Глава Ростея Хачемизов говорит о том, что российской промышленности коллапс угрожает. Говорит он, что проблемой для производственного сектора сейчас становится резкое повышение ставок по кредитам, которые съедают всю прибыль и не позволяют инвестировать. И мол, цитата, если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас большинство предприятий станут банкротами. Как считаете, с чем такое заявление связано? Насколько это может ударить по российскому ВПК, если действительно таково положение дела? Или это просто сейчас желание Хачемизова, чтобы больше инвестировали, больше денег ему давали? И все, которые можно будет потом раскладывать по карманам, как это обычно происходит. Я думаю, что это конкуренция за бюджетные деньги. Потому что ВПК находится в общем привилегированном положении. Здесь и так уже по разным параметрам. Если учесть еще и закрытую часть бюджета, если учесть те платежи, которые являются скрытыми, латентными, то есть какие-то деньги помимо гигантского официально раздутого военного бюджета, есть еще и скрытая его часть, подводная часть. Поэтому я думаю, что ничего, по крайней мере, очевидного ВПК России не грозит. А вот эта публичная истерика Хачемизова, это попытка каким-то образом оторвать еще больше кусок от финансового пирога. То есть я думаю, что здесь всерьез рассматривать его жалобы на то, что там ВПК российский умирает, я бы не стал. Игорь Александрович, каковы у вас впечатления от саммита БРИКС? Приезд Гутьереша на этот саммит. Некоторые говорят о подыгрывании Путина, о том, что таким образом Путин может говорить о усилении своих каких-то политических позиций. Но, тем не менее, вот эта вот декларация, которая была презентована 23 октября, по мнению американских аналитиков изучения войны, говорит о том, что никакие свои позиции Россия не укрепила. И никаких результатов не добилась фактически. Вы знаете, что касается Гутьереша, то я думаю, что это просто факт биографии нынешнего генсека ООН, который просто свидетельствует о том, что он перешел, вопреки своему статусу, он перешел просто на прямое обслуживание преступного режима Путина, ну и в значительной степени на прямое обслуживание одной из частей мира, а именно того, что называется глобальный юг. То есть, ну это тот такой прискорбный факт, когда, так сказать, генеральный секретарь ООН перестает быть генеральным секретарем ООН и становится на одну сторону. То есть, вот в таком глобальном противостоянии. Ну, достаточно прискорбный факт, но в конце концов это, помимо всего прочего, еще конкретный человек с конкретной биографией и с конкретной репутацией. В данном случае он свою репутацию, как мне кажется, уронил ниже Плинтуса. Точка. Я не думаю, что это требует какого-то большого разговора. Человек просто-напросто сжег свою репутацию. Что касается более серьезного вопроса, это что такое этот очередной саммит Брикса, я думаю, что здесь очень многие уже сравнили его с поведением одного из героев пьесы «Бесприндальница» Карандышевым, который устроил на последние деньги большой банкет для важных гостей. Но эти гости, так сказать, пили-ели за его счет и в конечном итоге его же, собственно говоря, и унизили. Ну, особых унижений публичных для Путина тут не было, хотя, в общем-то, отказ целого ряда очень важных гостей приехать, это было достаточно заметно. То есть, это отказ принца Саудовской Аравии приехать, и отказ, значит, президента Сербии Вучича, причем публичный отказ откровенный, это и целый ряд. Ну, например, тот же самый Моди не дождался окончания саммита и уехал ради, потому что у него была намечена встреча с Шольцем. То есть, он саммит этот подвинул, в его, так сказать, графике саммит по важности уступает место встрече с одним из европейских политиков. Ну, а самое главное, это то, что, конечно, никаких, никакие планы Путина по созданию альтернативной валюты, по созданию альтернативной системы платежей, они не только не реализовались, они даже толком и на повестку-то не были поставлены, потому что все понимают, что это бесполезная затея. Не удалось сделать саммит несколько политически заостренный, ну, там, я не знаю, не говоря уже о каком-то там аналоге НАТО, до этого вообще никогда не дойдет. Потому что представить себе, что БРИКС превратится, так сказать, в военно-политический блок, невозможно от слова совсем, там просто диаметрально противоположные интересы у Индии с Китаем, у Саудовской Аравии с Ираном, ну и так далее. Поэтому, да более того, даже выстроить вот этот, выстроить БРИКС как некий противовес Западу тоже не удалось. Потому что для очень многих, для практически большинства участников БРИКС и участников этого саммита, вообще вопрос об отказе от доллара, от замене его на какую-то другую валюту не стоит. Потому что все они, самое смешное, вот очень смешной эпизод был действительно такого унижения Путина, они ставят, вроде как Путин ставит задачу дедолларизации мира. И в то же время, на этом саммите, поскольку не работали карточка виза, не работали системы международных платежей, поскольку свист в России заблокирован, то было объявление и предупреждение всем членам, участникам этого саммита, запастись наличными, значит, в евро и долларов. Понимаете, саммит, который ставит задачу избавиться от евро и доллара, он, тем не менее, призывает своих участников запастись именно еврами и долларов. То есть, нет, чтобы сказать, ну, если у вас там есть какие-то лишние юани, или там, я не знаю, еще какая-то валюта, развивающихся стран юга, ну, пожалуйста, запаститесь своей валютой, нет, евро и доллары. Поэтому, я думаю, что, так сказать, никаких, ну, пиаровское наполнение было, в плане пиаровской части, то, да, наверное, Путин смог создать какую-то картинку, когда вот он в окружении мировых лидеров, так сказать, чего-то там говорит. Ну, и все. То есть, это немножко напоминает такого тщеславного подростка, который пытается сделать селфи с, там, известным игроком, там, хоккеистом или футболистом. Вот примерно это. Так что, я думаю, что никаких целей, которые ставили, кроме пиаровских, которые ставил перед собой Путин, ему достичь не удалось. На минувшей неделе издание «Политика» написало о том, что якобы вот на этой неделе могут внести Россию в черный список ФАТ. И вот 22 октября международная группа по противодействию отмыванию денег Россию включить в этот черный список не смогла. Как считаете, почему? Ведь членство ФАТ с прошлого года России приостановлено. Вы знаете, здесь вот в чем проблема. Дело в том, что все-таки значительная часть западного истеблишмента, она все-таки воспринимает Россию как глобального игрока, и поэтому старается не ссориться. То есть, ну, слушайте, вот возьмем другой факт. Например, то, что канцлер ФРГ господин Шольц намерен, по-прежнему намерен добиваться разговора с Путиным. Возникает вопрос, неужели за все это время не стало понятно, что Путин не является собеседником? Путин – это беда, с которой надо бороться. Но пытаться договориться о чем-то с Путиным можно только в том случае, если его армия будет разгромлена, сам он будет, так сказать, находиться в военном плену и отвечать на вопросы прокурора. Ну, вот в таком ключе Путин может быть собеседником. О чем-то разговаривать с Путиным, тем более, что разговаривать в том числе и канцлер ФРГ собирается о проблемах Украины. Ну, неужели непонятно, что об Украине без Украины не бывает? Ну, или если бывает, то это просто пустой треп. Поэтому вот разговор, который намерен провести Шольц с Путиным. Это доказательство некоторой проблемы, скажем так, некоторого ремейка Чемберлиана и Доладье. Вот эти два персонажа, которые отличились в ходе мюнхенской сделки, которая, безусловно, внесла свой вклад в возникновение Второй мировой войны. Вот этот ремейк мюнхенского сговора, мне представляется, сегодня воспроизводится в выступлениях в том числе Шольца, в том числе целого ряда других лидеров западного мира, которые не понимают, какую угрозу несет миру путинский режим, и которые, в принципе, не понимают, что Путин не является собеседником. Но только в случае, так сказать, окончания его власти, в случае предстания его предсудом. Во всех остальных случаях говорить с Путиным просто не о чем. Путиным просто не о чем.